МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развитие и модернизация. На комбинате «Запорожсталь» после капитального ремонта запустили доминную печь номер 2. Знакомство с новыми технологиями. На «Запорожстале» побывали студенты из Беларуси. Спорт и традиции. 20-я юбилейная регата имени Виталия Сацкого. На комбинате «Запорожсталь» в рамках экологической модернизации отремонтировано оборудование аспирационной системы доминной печи номер 2. Очистные установки обеспечивают соответствие производства всем экостандартам Украины. За 45 суток более 400 специалистов комбината «Запорожсталь» и подрядных организаций провели замену засыпного аппарата, частичную замену кожуха домны. Также выполнена футеровка шахты печи. Заменено огнеупорное покрытие главного жёлоба. В объёме капитального ремонта была выполнена работа по замене кожуха заплечековой зоны, замена холодильников чугунных на медные, в результате чего печь вышла, так сказать, на новые показатели в условиях работы пылеугольного топлива. Инвестиции в данный проект составили 220 миллионов гривен. Среди основных пунктов модернизации – ремонт системы охлаждения, во время которого были заменены отработанные холодильные плиты. Специалисты заверили, применение новых технологий позволит кроме экологического получить и производственный эффект. Сейчас производительность доменной печи до 3,5 тысяч тонн в сутки чугуна, 3,3-3,5, в зависимости от режимов, от параметров. Замена холодильников позволит вывести доменную печь на более высокие показатели производства чугуна, которые будут способствовать ее ровному ходу. Обмен опытом и знакомство с новыми технологиями. На комбинате «Запорождаль» побывали студенты медицинских вузов из Белоруссии. В наш город они приехали в рамках двухнедельной практики в Запорожском национальном медицинском университете. Экскурсия по комбинату началась в центре мониторинга, который находится в заводоуправлении предприятия. Доменной печи, 4 доменной печи, 1513 метров кубических объем, каждая из них, в среднем на 4 печи 13 тысяч тонн жидкого чугуна по суткам. Дальше литейный двор, 3-й доменной печи и производственная площадка цехов горячей и холодной прокатки. Нам рассказывали так, подавали, чтобы мы все поняли. И как бы даже после этого к каждому цеху мы прошлись по горячей прокатке, холодной нам все объяснили, подробно рассказали, как все есть и проходит здесь. И мы уже чуть-чуть в курсе, можем приехать, даже похвастаться, что у нас появились новые знания. Во время индустриального тура белорусские студенты пообщались с представителями молодежной организации «Запорожстали» и увидели полный цикл металлургического производства. Вместе с ними студенты Запорожского медицинского университета рассказывают общий язык с зарубежными коллегами, нашли сразу. Культуры совершенно, мне кажется, похожи. Сошлись во всем, все дружно общаются, потому что для всех это новое. Учатся все по одной программе, за исключением некоторых нюансов, аспектов, субординатура у них. У нас такого нет. Отличие в том, что наши студенты могут изначально уже определиться, кем кто хочет быть. Хирург, уролог, акушер, они больше уже определяются после этой субординатуры, то есть ближе к концу обучения уже. Студенты говорят, больше всего их поразили масштабы производства комбината и объемы инвестиций «Запорожстали» в эко-модернизацию, а это более 10,5 миллиардов гривен. Размеры самого предприятия сравнивают с небольшим городом. Масштабы, первый раз, когда мы только, ну, как бы, вот сначала мы только приехали, нас сразу повели переодеваться, мы подумали, ну, небольшое что-то такое. А вот когда мы именно сели уже на автобус, нас начали везти к первому цеху, мы сразу такие, ого, какие масштабы огромные. И меня это достаточно сильно удивило, то, что это очень масштабно, и все делается, все слаженно работает. И вообще в таких масштабах это производится, как сегодня сказали, что 10 тысяч тонн за день. Это вообще огромные масштабы. Село Украинка, Михайловский район. Здесь находятся два счастливых дома, в которых проживают многодетные приемные семьи. Благодаря победе в конкурсе социальных инициатив «Мы – это город», который проводит комбинат «За форушсталь», были приобретены и установлены солнечные коллекторы. В этом году система заработала в полную силу, что позволило почувствовать ее эффективность. Есть специальные вакуумные трубки, в которых вода нагревается с помощью солнца. И эти трубки работают очень эффективно. Температура воды высокая. Даже вот такой день, как сегодня, довольно-таки пасмурный, горячей воды хватает на всю большую семью. До этого горячая вода нагревалась с помощью электроэнергии, бойлерами. И все время это была экономия. Это значительная такая статья бюджета семей была. То есть воды не хватало. Теперь семьи могут использовать 200-300 литров горячей воды в день. На грант в 100 тысяч гривен еще два таких коллектора установили в селе Калиновка, Веселовского района, где также есть многодетные семьи. Эти затраты, которые уходили нам на электроэнергию, в принципе, мы сейчас можем за эти затраты, например, выехать на то же море или где-нибудь там отдохнуть. В принципе, да, это очень тоже хорошо нам помогает. И скупаться летом дети смогут и в собственном бассейне. Это еще один проект, который реализовали в рамках конкурса «Мы – это город». Установили бассейн под открытым небом во дворе. Возможность плавать рядом с домом детей особенно порадовала. Бляжь и водоем, где можно покупаться, это с того, когда не выехать два километра, плюс от него не очень приятно пахнет, и там пасут коров, поэтому купаться там не сильно интересно. Бассейны установили тоже в двух селах. И все семьи собрались здесь, в селе Украинка, чтобы вместе торжественно отметить это событие. Теперь можно вдоволь купаться. Дети по очереди испытывают бассейн. Глубина его чуть больше метра, диаметр около пяти. Поплескаться летом в воде, кажется, об этом сейчас мечтает каждый. Вода, вода, вода нравится. А так холодно? Нет. Нет, тепло. О, я стою. Кроме обычных детских радостей, плавание в бассейне – это еще и необходимость. Речь идет о реабилитации детей с инвалидностью, которые тоже воспитываются в приемных семьях. Для обеспечения более комфортных условий для купания бассейн будут дополнительно оснащать. Мы планируем также дополнительные меры защиты, устанавливать ограждения. Возможно, эти бассейны окружить домиками, в которых купаться можно будет, и начиная с мая по сентябрь. Солнечный коллектор может давать очень дешевую горячую воду и в большом объеме для того, чтобы подогреть бассейн в том случае, когда погода неподходящая для купания. Участие в конкурсе «Мы – это город», который проводит комбинат «Запорожсталь», дает много возможностей для реализации таких проектов. И благотворительный фонд «Счастливый ребенок» традиционно представляет свои идеи. Для наших организаций, города Запорожья, Запорожская область, это вообще такой хороший старт, опыт грантовой деятельности, подачи грантов. Многие организации впервые пишут гранты, подают именно на этот конкурс. Так как попасть в конкурсы международных фондов, киевских фондов достаточно сложно и намного выше конкуренции. Если яхтингу при желании можно научиться за неделю, то тонкости парусного спорта – дело всей жизни. Кроме самой яхты, здесь нужна недюжинная физическая подготовка, осведомленность в тактике ведения гонок, умение ходить по и против ветра. Лучшие яхтсмены страны приехали в Запорожье на юбилейную регату имени Виталия Сацкого, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Традицию проведения всеукраинских парусных соревнований начал комбинат «Запорожсталь». Практически рекордные показатели по участию судов. Более 70 экипажей в 7 классах будут соревноваться за вот эти прекрасные награды, кубки. На соревнованиях команды из «Энергодара», «Ника», «Поля», «Киева», «Донецка» и не только. Третий год подряд участие в регате принимает днепровская команда «Спринта». Здесь интересно. Здесь подсматриваешь за кем-то, чего-то учишься, тусня. Общение приятное. Все очень интересно, все доставляет удовлетворение внутреннее и физическое, совмещенное. Ежегодно масштабы регаты растут, а количество участников увеличивается. Регата, которая всегда посвящалась герою Украины, самому знаменитому металлургу нашего государства, сегодня будет открыта. она юбилейная, 20-я. Поэтому установившиеся традиции мы продолжаем и чтим. В первую очередь память об этом великом человеке. И второе, мы имеем возможность дать право людям, любящие воду, любящие яхту, любящие спорт, продемонстрировать свои способности. Старт соревнований, ухода в гавань яхт-клуба. Далее, наверх по ветру, яхты будут преодолевать спортивные дистанции. Небольшие, короткое расстояние, самые крупные, 18-километровый путь. Для управления последними нужна особая слаженность коллектива. Благодаря этому несколько лет подряд победу в регате одерживает экипаж «Джокера». Яхта «Джокер» стала в прошлом году самой лучшей яхтой по результатам года. В основном занимаем первые места. Слаженность команды, коллектив – это наше все. Яхтсмен с 20-летним опытом Александр Разумов говорит, что не менее важно отношение экипажа к яхте. «Катамаран» – это лодка, это девочка, которую нужно любить. И за ней ухаживать. Помыть, чуть-чуть почухать, паруса новые, то-се, пятое, десятое. То есть каждый год надо вкладывать, вкладывать, ну, естественно, вкладывать деньги, вот и все. И она будет тебе отвечать тем же. Она будет ходить хорошо и красиво. Участие в соревнованиях принимают и новички парусного спорта. Впервые на регате запорожская команда общественной организации «Зеленый центр Метинвест Запорожье». Мы сплотили команду из четырех человек. Выступаем на солинге. Вот, кстати, наша яхта стоит. Показываем, в принципе, неплохие результаты. Это гоночная яхта. Сегодня надеемся также показать хорошие результаты. Но, судя по тому, какое количество яхтсменов сегодня собралось, гонка будет нелегкой. Топ-менеджер группы «Метинвест» Виктор Бусько уверен, что такие мероприятия положительно влияют на туристический имидж города. Говорит, что в следующем году и сам попытается обуздать ветер и волны. Самое главное, что на эту регату собираются люди со всей Украины. Опять Запорожье становится центром в Украине парусного спорта. Я очень люблю водные виды спорта. Единственное, пока еще не совладал ветер. Пока с парусами у меня еще не получается. Но у меня есть друзья, которые обещали мне помочь в этом деле. Погода на стороне участников. Полные паруса и легкие волны. И уже через час экипажи яхтсменов приходят к финишу. В длительной водной гонке на 18 километров победу одержала команда с говорящим названием «Удача». КОНЕЦ